друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки ну что ж ровно один день остается до долгожданного выступления джерома паула на открытие симпозиума в джексон холле это событие ни в коем случае не стоит недооценивать переоценить можно но не недооценивать друзья потому что доллар как основной локомотив всего того что происходит на финансовых рынках сейчас фактически замер в ожидании того что скажет пау именно от его риторики будет зависеть то что с американской валюты произойдет дальше а я ожидаю исключительно мягкую риторику возможно конкретику потому как фрс будет там таргетировать показатели инфляции что будет делать с контролем по доходности облигаций и будет ли все таки задаваться вопросом целесообразности дополнительного смягчением политики в виде увеличения программы количественного смягчения либо снижения оставки ну допускаю конечно же что наверное дополнительное снижение ставки это совсем уж радикальная мера но можно поставить знака равно если предположить что комментарии по процентной ставки джерома паула будут сведены к тому что он признает необходимость сохранения ключевой ставки на крайне низком значении в течение длительного периода времени и если эти комментарии безусловно будут обозначены а вероятность этого друзья больше 80 процентов американская валюта рискует очень плохо завершить текущую неделю моя ставка как трейдера инвестора аналитика сейчас сводится к тому что американская валюта даже с учетом последнего снижения является довольно дорогим инструментом поскольку тот фонд который сложился точно должен провоцировать его еще большую слабость мы не рассматриваем доллар в качестве защитного инструмента уже очень и очень давно поэтому когда возникают вопросы связанные с геополитикой я обхожу эту тему я сейчас ориентируюсь только на показатели доходности американских облигаций на монетарную политику федрезерва и в целом на эту обстановку экономическую пандемическую скажем так которая сейчас вкладывается в американской экономики ну давайте тогда вкратце по основным инструментом по индексу доллара в принципе ничего не изменилось за последний день 93 11 пункта в районе 93 мы тообщимся друзья если опять же расчета тех кто продает активно доллар с учетом ожидания мягкой риторики завтра окажется верным то индекс доллара завершить текущую неделю поближе к отметке 92 либо даже ниже вчера как вы помните отчетов было не так уж и много но можно сказать их практически не было но вот уровень доверия потребителей это как еще одна частичка пазла которая позволяет нам сформировать общее представление о положении дела в американской экономики так вот уровень доверия потребителей и восемьдесят четыре восемь с девяносто одного из семи серьезные снижения фактически снижение продолжается по моему друзья уже пятый месяц подряд и вчерашний релиз показал падение потребительского доверия до минимума за последние шесть лет сегодня в 15 30 данные по заказу на товары длительного пользования тоже ожидать слабая статистика это плюс к тому что мы получили ранее по рынку труда помните отчет по заявкам на пособие по безработице и снова их рост выше одного миллиона обращений это целостная картина того что американская экономика остается крайне уязвимой сейчас впоследствии пандемии мы по-прежнему называем а сша эпицентром распространение коронавирусной инфекции потому что есть положительные изменения но все-таки показатель вновь фиксируемых случаев новых случаев заражений он остается очень высоким чем хуже статистика друзья тем выше шансы на то что власти сша все-таки дадут экономике те деньги которые ей требуется сколько раз можно заходить с вами в плоскость разговоров о том что фискальные налоговые стимулы нужны нужна более мягкая политика от федрезерва и все это я уверен реализуется в самое ближайшее время тем более что времени до выборов остается совсем чуть-чуть популярность трампа ниже чем у байдена если все-таки трамп сможет удержать ралли бычья на фондовых рынках и сможет поддержать рыночные настроения например информация о том что штаты существенно продвинулись в поиске вакцины сейчас ведь обсуждают экспериментальную вакцину от астрозеники скажем в партнерстве с оксфордским университетом экспериментальные способы лечения это не просто так эта информация которая появилась в преддверии выборов я думаю что этот фон будет возможно даже искусственным образом создавать иллюзию того что штаты успешно борется с коронавирусной инфекцией и в целом это конечно же поддержит фондовые рынки как это происходит и а сейчас и станет причиной еще большего давления на на курс американской валюты сегодня ждем отчет по заказу на товар длительного пользования в 1530 статистика скорее всего разочарует как я уже сказал поэтому индекс доллара снова может приблизиться к 93 пунктам золото является крайне недооцененным инструментом учитывая где сейчас находится реальная ставка доходности американских облигаций смотрите за этим индикатором цели прежние 2000 это ближайший целевой ориентир перевалочный пункт легко можем оказаться в непосредственной близости от этого уровня при реализации сценария слабости доллара евро против доллара 1 1814 ставка вверх вчера европейскую валюту помимо ожиданий и наличие потенциала снижения курса американской валюты поддержала еще статистика темпы экономического роста ввп германии в годовом выражении минус 11 3 прогноз минус 11 7 в квартальном поражении минус 9 7 прогноз минус 10 1 то есть в целом статистика плохая но она лучше ожиданий поэтому можно сказать что европейскую валюту поддержали цифры которые оказались не такими мрачными как прогнозировали эксперты если все-таки во втором квартале спад был не таким существенным возможно последующее восстановление до конца этого года также будет довольно устойчиво еще один отчет бизнес оптимизма ифа 92 и 6 рост который также продолжается несколько месяцев подряд посмотрите на контрасте с бизнес оптимизмом который мы ранее анализировали по штатам где тотальное падение в рамках экономики германии повышение еще одна причина почему европейская валюта сейчас смотрится куда интереснее чем курс доллара потому что реализация мягкой монетарной политики как борьбы со слабой экономической конъюнтуры в сша будет провоцировать ослабление курса доллара а в рамках еврозоны нет уж таких острых причин и особой необходимости в том чтобы заливать и дальше экономику деньгами то есть здесь даже на уровне инфляционных рисков евро смотрится гораздо интереснее индекс фондовый индекс сша снп 3442 пункта друзья здесь только лишь осмотрим вверх и действуем по тренду опять же как я уже сказал по мере приближения к выборам все-таки будут новые меры поддержки потому что они необходимы можно сказать что это обязательная часть предвыборной компании трампа эти деньги точно помогут фондовому рынку выйти на еще более высокие позиции и еще неоднократно обновить исторические максимумы если вы считаете что работать с нас даком и сын пи сейчас опасно но dow jones например который отстает конечно же от и сын пи и nasdaq и еще не вышел на максимумы начала двадцатого года ну возможно у него все впереди то есть сейчас он до наверстывает опять же упущенное и можете присмотреться к покупкам этого индекса я думаю что исторические максимумы по нему мы также увидим и что касается рынка нефти друзья все-таки влияние штормов показалось более значительным чем ожидалось сейчас все следят за штормом лаура который фактически уже в мексиканском заливе вопрос перерастет ли он а в ураган на данный момент известно то что из-за стихийных бедствий приостановленная работа более 80 процентов нефтедобывающих предприятий и нефтеперерабатывающих заводов это конечно же повлияло на объем предложения но стихийные бедствия такого формата это очень быстротечные события я пока что друзья еще испытывают судьбу конечно же это сделка против даже отчасти фундамента против а тренда подержу короткие позиции потому что отчет от американского института нефти по запасам ранее показал что запасы резко снизились возможно официальные цифры сегодня также поддерживает идею того что запасы сокращаются и допускают что рынок могут скорректировать если все-таки сегодня ралли продолжится завтра вернемся к вопросу и может быть даже я решусь и закрыть и открыты ранее a short на этом все всем пока